21-23, среда, 20 октября 2021 год. Про стул спрашивали? Моя основная рекомендация, чтобы сзади стула ничего не было, вообще ничего, ни кой стены. Ставить тут стул так, чтобы здесь была стена, это очень глупо, необдуманно и вообще такой вариант. Почему? Сейчас объясню, но сперва замеры, так ну давай, короче погляжность будет пару сантиметров, так зафиксировали, 137, да ясное дело, что ты не будешь вот так вот лежать перед компьютером, естественно ты будешь слегка по диагонали, даже не так, но учитывая, что седалище откидывается назад, ай рука онемела. вот оно, откидывание полное, но чуть-чуть по диагонали, седалище в режим откидывания, и вот ты отдыхаешь, даже вот так вот можно. Видишь, там влево там кинцо посмотреть, там или видос длинный включаешь, ну не будешь ты так вот сидеть. Так, кстати, спина болеть начинает, буквально там не знаю, минут десять и все, даже пять минут. Конечно, когда что-нибудь печатаешь, там троллишь в интернете кого-нибудь, там уже догибаешь над компьютером, хоть коль до движения идет, а так не, так устаешь. раз, видосик включил, откинулся, все, вот, свободное, уютное расположение на кресле. Поэтому сзади должно быть расстояние, вот эти вот 137 или сколько там я отмерил сантиметров, плюс еще расстояние от стола, чтобы вот эти вот подлокотники не упирались в стол. Так, что еще хотел сказать? Высота здесь, такое ощущение, будто разное. Не замерял, но видно, по-моему, даже невооруженным глазом. Вот, начинаем мерить от низа. Ну, блин, надо же на свет как-то. Начинаем мерить от низа. Идем доверху. Так же здесь от низа и доверху. Душе расхождение в сторону, по-моему, пошло. В целом, она прочная. Насчет этой дырки, еще я хочу сказать, ну, вряд ли это в качестве проблемы. Возможно, у меня нервяки, может, из-за этого. Потому что, если бы проблема была в качестве, тут бы такая же дыра образовалась. Возможно. Здесь, ну, я не знаю, может, так вцепляюсь иногда резко. Бывает, что сижу и прямо аж вот так вот рука придавлена. И так порой доходит по искаминут, что смотрю, аж синяя полоса на руке остается. Скорее всего, это от нервяков. От нервяков, от индивидуальных нервяков пользователя. Но они от качества изделия зависят. В целом, хочу сказать, что это кресло, ну, относительно такой удовлетворительный вариант. Так, на троечку. За свою цену. Ну, красная цена ему тысяч, ну, десять, ну, максимум двенадцать. Но никак я, что там, порядка двадцати тысяч за него отдал. В общем, такой себе вариант. Если у вас нет выбора, как у меня только не было особого, особого, особой свободы в финансах. Если у вас нет особой финансовой свободы, то кресло, ну, в принципе, нормально. Но лучше берите ортопедическое, если есть возможность, чтобы прям сразу взять, чтобы оно на долгие века, так сказать, вам служило. У меня выбора, в принципе, не было. У меня из выбора был только либо вот на таком сраном стуле сидеть, либо купить уже хоть какой-то. Пусть и на троечку, но всякого лучше, чем вот это. В общем, если вы при деньгах, то этот стул ни в коем случае не берите. Возьмите подороже и сразу ортопедический. Игровые нахрен не нужны. Подушки, да, убрал. Спине все-таки после месяца сидения с подушками стало больно. Подушки целые, невредимые. Но, по большому счету, это какие-то понты. Не стоящие того ни хрена. Вот как-то так. Будут вопросы, задавайте, пишите в комментариях. Спасибо. 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 Спасибо.